Им бы позавидовали даже 300 спартанцев. На двух турнирах было представлено почти полтысячи участников. Все они бойцы подготовленные и дисциплинированные, так что вполне смогли бы потекаться в стойкости с великой армией. По мнению президента Федерации рукопашного боя Московской области Владимира Манухина, на обоих турнирах представлены сильные спортсмены, готовые ради победы выложиться до конца. Хорошие очень разные спортсмены. У нас усилились клубы, в областной федерации добавились новые клубы, вступили. Поэтому мы смотрим, что конкуренция сильная сейчас на самом деле. И зрелищные хорошие поединки получаются. Уровень спортсменов очень хороший. Волнительное ожидание боя, подготовка амуниции и выход на ковер, на котором и решится, кто победит. Для каждого спортсмена турнир – это большой вызов, а все тренировки перед первенством сводятся к стремлению победить своих соперников. Даниил Самарин провел уже два боя и в обоях одержал победу. По итогам этих поединков он сделал выводы, которые помогут ему в следующих схватках. Коечко верность, огромный опыт, можно сказать, обостраиваешься под соперником и узнаешь новые приемы. Отец Даниила, Максим Самарин, как и любой родитель, следит за поединками с большим волнением. Победы сына вызывают в нем чувство гордости, однако главное для юного спортсмена, по словам отца, получение опыта в поединках с разными соперниками. Ребята все непростые. Видно, что турнир им дается для того, что на тренировки ты входишь, ты на одном месте стоишь. Когда ты выступаешь с другими участниками, ты растешь. И вот так же я вижу, что и его соперники растут. Есть сильнее его, есть слабее, но иногда даже слабые выигрывают сильные. Вместе с отцом и тренером они спокойно обсудили поединок и разобрали ошибки юного спортсмена. Однако были и такие тренеры, которые давали советы своим подопечным куда более эмоционально. Включи руки! Включи! Простой! Работай, красный! Работай! Простой! В ходе соревнований редко можно было заметить спокойно сидящую медицинскую бригаду. Очень часто спортсменам требовалась их помощь. То нос разобьют, то палец выбьют, или ушиб серьезный получат. Это говорило только об одном. Каждый спортсмен был на целе побеждать. Волзи! Сам делай, подворачивай! Елизавета Васильева судит подобные соревнования уже третий год. К выполнению своей роли девушка подходит принципиально. За все время судейства она ни разу не поддавалась личным пристрастиям. По ее словам, в любом бою рефери должен быть непредвзятым и честным. Каждый бой он индивидуальный, каждый по-своему сложен. Не могу сказать, какого-то выделить случай, который был по-настоящему сложен. Кубок Ленинского района и первенство Московской области по рукопашному бою продемонстрировали зрелищные, а порой и драматичные поединки. Арсений Рогозянский, Егор Хлябич, Елена Кошлева. Видное ТВ.